Эффективной альтернативой отварам, настоям и травяным чаям может служить сухой порошок из тех же целебных растений. Его можно приготовить впрок и хранить в стеклянной банке с крышкой, тогда как растворы быстро портятся. К тому же намного меньше расходуется целебного сырья, что сегодня немаловажно из-за подорожания лекарственных растений. Ведь применение целебных твар в виде порошка позволяет полностью использовать сырье, а не мизерную его часть, экстрагируемую в горячей воде или спирте. Готовится порошок из крапивы быстро и просто, в обычной ступке, но не в кофемолке, что гораздо быстрее приготовления настоев. Затем целебный порошок добавляется в блюдо. Такой способ вполне согласуется с лечебными канонами древних знахарей и врачевателей. Использование целебных растений в виде порошка как пищевой добавки целесообразно также в профилактических целях. Тем более, что лишь для некоторых лекарственных трав необходимо точное соблюдение дозировки. Приобретите в аптеке, разотрите траву крапивой и каждый раз добавляйте в первое блюдо столько порошка, сколько уместится в вашей щепоте. Можно и нужно это проделывать и со вторыми блюдами. После месяца такой процедуры дети забывают о болезнях, а те из них, которые болеют, выздоравливают несколько раз быстрее. Также и женщины навсегда излечиваются от своих специфических болячек. А мужчины действительно становятся мужчинами для милых дам. При этом забывают о многих мужских заболеваниях. Старики волшебным образом оживают, им как будто кто-то установил невидимый моторчик. Они сами будут поражаться тому, откуда у них берутся силы. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok